Вернусь к советской власти и к нашей стране. Хаббард у нас прочно обосновался со всеми своими культами, сектами и прочим при поддержке вице-президента Роткова и ему близких людей. Более того, людей-чиновников заставляли обучаться этим методам и приемам. Их использовали в своих целях. К счастью, это остановилось. Сегодня все возобновляется. Есть страны, где... Да, Япония категорически отсекла от себя подобного рода явления. А мы то, что запрещено в Японии, у себя долгое время культивировали. Поэтому сегодня идет возврат к тому же самому. И мы должны помнить о том, жестко помнить, что никаких таких вещей допускать на уровне не то, что государственном, но и низовом уровне нельзя. Всякие школы личностного роста – это очень опасные явления. Потому что под маркой личностного роста происходит обработка людей и вовлечение их в ту деятельность, которая выгодна организаторам и которая приносит ущерб людям, отдельным людям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!